Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование архиепископа болгарского Феофилакта. Часть 35. Толкование на 2 Тимофею 2.15. Везде с большим старанием апостол говорит о стыде, потому что для большинства служили стыдом, как крест Христов. Проповедь о нем будто бы невежественная, как и сами апостолы, как люди простые и все терпевшие. Толкование на 2 Тимофею 3.15. Ибо кто знает Писание как следует, тот никогда не будет совращен. Ибо священные Писания приводят человека к тому, чтобы он уверовал во Христа, который соделывает для него спасение. Комментарии Игнатия Лапкина. Все секты сегодня питаются, подпитываются теми, кто еще утром считался православным. Католики открывают в России новые епархии из недавно состоящих, из бывших православных. Оказавшись за границей, сколь многие из православных совратились в иноверие. И все это от того, что люди не знали Писание. Ибо кто знает Писание как следует, тот никогда не будет совращен. Ибо священные Писания приводят человека к тому, чтобы он уверовал во Христа. Нет ничего выше, яснее, прекраснее, тверже православной веры, которая основана на Евангелии. И такое сокровище священники скрыли от народа, сделав народ легко уловимым любым хищным зверем. Ибо кто знает Писание как следует, тот никогда не будет совращен. Толкование на 2 Тимофею 3.16 Указав много способов утешения Тимофею, теперь апостол предлагает и самое большее в чтении Священного Писания. Ибо он намерен сообщить ему нечто прискорбное, именно что он оканчивает свое земное поприще. Итак, чтобы не падал духом, как лишающийся общения с Павлом, он говорит. Вместо меня ты имеешь Писания, которые могут тебе быть полезны. И нет ничего, что не было бы разрешено посредством Священного Писания. Если нужно изобличить ложь, и это можно почерпнуть отсюда. Если нужно, говорит, исправиться и получить наставление, то есть вразумиться к справедливости, то есть чтобы поступать справедливо, то и это доставляет тебе Священное Писание. Комментарии Игнатия Лапкина Нужно ли давать комментарии на этот стих и на эти комментарии с надеждой сказать более, чем апостол Павел и блаженный Феофилакт? Умоляем Христом, истинным Богом, прочтите, что они говорят только в этом стихе о Библии и полюбите Библию. Толкование на 2 Тимофею 3.17 Так что, если и ты желаешь сделаться таким же складным, то есть совершенным, здравым и всегда во всем равным, не вынывающим в печальных обстоятельствах и не гордящимся в благоприятных, ибо это свойственно неровному душевному настроению, то имей Писание советникам вместо меня. Если Тимофею, который был исполнен Святого Духа, апостол писал о чтении, то не тем ли более нам заметь, что без Писания нельзя быть совершенным. Комментарий Игнатия Латкина О роли Священного Писания в христианской жизни и православном вероучении святитель Кирилл Иерусалимский говорит так в огласительных беседах «Никакая божественная и святая тайна веры не должна быть сообщаема без Божественного Писания и не должна основываться на одной лишь вере и избранных словах. Даже не верь ты мне, когда я просто говорю тебе о нем, если на слова мои не будешь иметь доказательства из Божественного Писания. Ибо спасающая нас сила веры зависит не от выбора слов, но от доказательства Божественными Писаниями о Святом Духе». Цитата «А в свое время на каждую из них извлеки доказательства из Божественного Писания, ибо истины веры не так составлены, как бы хотелось людям, но приличнейшие места, будучи собраны из всего Священного Писания, составляют учения веры. И как семя горчичное из малого зерна много пускает отраслей, так и эти истины веры в кратких словах вмещают все ведение благочестия, содержащегося в Ветхом Завете и новом». Огласительное поучение 5. Еще цитата «Неужели Христос напрасного человечился? Неужели учение наше есть вымысел и мудрование человеческое? Не Божественное ли Писание есть спасение наше? Не пророческие ли предсказания? «Итак, храни верно сей залог, чтобы никто не поколебал тебя». Огласительное поучение 12. Толкование на 2 Тимофею 4.2 «Ох, да устрашимся сего мы, ленищиеся проповедовать! Проповедуй непрестанно, говори неутомимо, не однажды, а всегда. Пусть не будет для тебя определенного времени, но во время, то есть во время мира, спокойствия и пребывания в церкви, и не во время, то есть в опасностях и вне церкви говори и проповедуй». «Во время и не во время», сказал апостол в том же смысле, в каком говорится это в обычной речи. «Благовремением для проповеди почитают время мирное и спокойное, а безвремением для нее время бедствий». «Иные опять благовременной проповедью почитают проповедь в церкви, а безвременной – вне церкви». «После того, как обличишь и докажешь погрешающему его покрешность, запрети ему, то есть наложи эпитемию и наказание». Комментарий Игнатия Лапкина. «Апостол Павел заботился о церковных кадрах и был для Тимофея, рожденного им проповедью, истинным духовником. Все свои послания к Тимофею он наполнял увещаниями, чтобы тот проповедовал день и ночь в любом месте. «О, да устрашимся сего мы, ленищиеся проповедовать!» «Иные опять благовременной проповедью почитают проповедь в церкви, а безвременной – вне церкви. Вы, сегодняшние пастыри и архипастыри, вы называете себя православными и перед народом выказываете себя как бы особо набожными, потому что вы являетесь служителями алтаря. Примените эти слова Вселенского Учителя лично к себе, представляя, что вы друзья Тимофея и вместе с ним сопутствуете апостолу Павлу. «Если будете это исполнять, то какие вы будете блаженны, и мы вместе с вами!» «О, да устрашимся сего мы, ленищиеся проповедовать!» «Иные опять благовременной проповедью почитают проповедь в церкви, а безвременной – вне церкви». Толкование на 2 Тимофею 4.5 Следовательно, дело благовестника – страдать и от себя, и от подсторонних. Таким образом, тогда исполняется служение, когда кто страдает. Комментарий Игнатия Лапкина «Когда совершается брак, то священники, согласно установлению, возлагают на обращающихся венцы. При этом венцы должны возлагаться только на тех, кто сохранил свое девство непорочность. Это венцы за победу над врагом на блудном поприще. Они одновременно означают, что возлагается как бы терновый венец, подобный венцу нашего Господа, потому что в семейной жизни будет много скорбей и печали. И сочетающихся браком ждут как бы бури, как корабль, который выходит в бурное море семейной жизни, покинув тихую пристань девства». 1 Коринфянам 7.28 «Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Святой Иоанн Златоуст в своих шести словах о священстве подробно говорит о великих опасностях и скорбях, которые поджидают духовного пастыря, священнослужителя. Сегодня придумали церковные награды, награждают красивыми, блестящими митрами, объясняя, что они прообразуют терновый венец Христа. И если священники так вожделеют этой награды, то есть этого тернового венца, достойного всяких наград в вечности, то они должны помнить слова блаженного Фефилакта, что этой награды, этого венца, то есть митры, легче всего достигнуть через проповедь, обличающую, запрещающую, питающую. За такие проповеди тебя обязательно будут гнать, и ты будешь на грани мученичества даже в мирное время». «Следовательно, дело благовестника – страдать и от себя, и от посторонних. Таким образом, тогда исполняется служение, когда кто страдает». Через проповедь, приносящую страдания, пастырь действительно сочетается с вечным женихом Христом и получит нетленный венец, даруемый женихом своей невесте за ее верность. Святитель Феофан Затворник говорит «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным». Матфея 10.32 «Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда». «Какой труд сказать, когда требуется, что Господь наш, Иисус Христос, есть Единородный Сын Божий и Бог, который ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечился, был распит, пострадал, погребен, воскрес в третий день, вошел на небеса и сидит одесную Бога Отца и опять придет судить живых и мертвых, что Он послал Духа Святого на святых апостолов, силою Его устроивших на земле святую Церковь, которая, научая истине и освящая таинствами, правильным путем ведет всех верных чад своих в Царство Небесное». «Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем символ веры. Так возьми эти истины, запечатлей их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого человеческого лица, заявить, что так, а не иначе нужно веровать, чтобы спастись, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе». «Заграждай уста учителей лжи и хулителей христианство словом истины и получишь то, что обетовано Господа. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем пред людьми, а Он перед Богом Отцом исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник». «Знаете ли вы, возлюбленные братья, за что хотят погубить меня? За то, что я не приказывал стлать пред собой богатые ковры, что никогда не хотел я одеваться в золотую и шелковую одежду, что я не унизился до того, чтобы удовлетворять жадность этих людей и не держал стола открытого для них. «Племя Аспида всегда господствует. Осталось потомство у Изавели, но и благодать подвязается с Ильею. Иродиада также здесь. Иродиада все еще пляшет, требуя головы Иоанна. И ей отдадут голову Иоанна, потому что она пляшет. «Христос со мною! Чего я устрашусь? Его Евангелие в руках моих, посох, на которые я опираюсь. Вот где мое прибежище, вот мирная пристань души моей. Бури на меня воздвигнутые, море на меня низвергнутое, неистово государей и сильных мира. Все это для меня не более паутины». Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на 2 Тимофею 4.11. «Ибо и в вузах он не переставал проповедовать. Следовательно, и Тимофея он призывал не для себя, но для благовествования, чтобы между верующими не произошло никакого смятения по случаю его смерти. Когда многие из его учеников будут присутствовать при этом, они будут сдерживать смятение и утешать тех, которые нелегко перенесут его кончину». Комментарий Игнатия Лапкина. «Перечисляя события Ветхого Завета, Вселенский учитель апостол Павел поясняет нам, что знать про происходившее ранее необходимо не для расширения нашего кругозора, не для сдачи экзаменов в духовном учебном заведении, но в первую очередь для того, чтобы извлечь правильные выводы, применяя все, прежде бывшее к себе на сегодняшний день. Речь идет о том, что если кто не изучает историю и не накладывает ее на нынешнее время применительно к своей душе, тот обязательно повторит те же самые ошибки, что и наши погибшие предшественники. Вот главная цель изучения истории. 1 Коринфянам 10.6 «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы». 1 Коринфянам 10.11 «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». И сегодня очень часто патриарх вызывает архиереев к себе. Для чего? Чем можно оправдать эти расходы на самолеты, на поездки, на гостиницы? Только проповедью. А все остальное должно стоять далеко позади этой цели. И в командировочной должно стоять, что патриарх вызывает не для себя, но для благовествования. Для благовестия не в храмах, а там, где сегодня проповедуют сектанты и ретики, повсюду. В домах культуры и на стадионах. Широко известные сектантские проповедники выходят в людные места со своими помощниками, которых иногда насчитывается несколько сот человек. После того, как сказана основная проповедь популярным проповедникам, помощники начинают трудиться индивидуально с теми, кто решил примириться со Христом и изменить свою жизнь. Во времена гражданской войны выходцы из народа, вчерашние простые солдаты, повели в бой дивизии и побили хваленых генералов из генерального штаба. На первых порах высокообразованные православные архиереи и священники вряд ли всегда смогут одерживать победу над сектантскими суемудриями своих и заморских эмиссаров. Но патриарх должен найти высокодуховных, вдохновенных проповедников среди архиереев и священников и вызвать их к себе на собеседование, сказав, «Я вас вызвал не для богослужений, не для торжественного собрания, не на тезоименидство, не на перенесение мощей, не на открытие храмов и не на крестные ходы, не для себя, но для благовествования». Это же самое должен повторить архиерей своим священникам слово в слово, буква в букву. И это же самое должны повторить священники своей пастве, а пасомы друг другу. Иоанн Златоуст говорит, что он один ничего не успеет, если паства не понесет его слово в народ. Конец 35-й части. Продолжение следует. Продолжение следует.